Всем доброго времени суток! Меня зовут Олег Гоголенко, вы на канале Малинау, и мы в Турции! В отеле Sioux Collection, на котором сегодня вы увидите обзор. Это не я в тени сижу, это я просто уже загорела, мы здесь отдыхаем уже девятый день, и завтра у нас трансфер в аэропорт и вылет в Москву. Почему я записываю это видео в самом конце своего отпуска, буквально вечером накануне выезда, я хотела посмотреть и полностью понять картину, концепцию этого отеля и дать отзыв уже после того, как я отдохнула. На ютубе очень много видео про обзор, потому что в самом начале лета 2024 года, или 2023 тоже был что-то, ну короче, неважно, какой ты год, и этот, и прошлый открылся он полноценно в этом году. Отель приглашал турагентов, чтобы они как бы обозрели, посмотрели, что здесь есть интересного. Кто-то жил максимум два дня, но мне кажется, что за это время понять и как бы сделать правильные выводы тяжело. Поэтому мы поехали сюда на девять дней, на полноценный отпуск, и я слышала, ну очень много отзывов о том, что здесь сервис хромает, о том, что здесь грязно, никто ничего не приносит, номера долго несут в воду, в ресторане еду не убирают. Честно вам сказать, в начале так и было, но это не особо бросалось в глаза. Это было приемлемо, типа, ну окей, я сама схожу с лежака до бара, как бы в этом особо проблемы нет. Окей, мы найдем стол, который уже убрали или еще не засрали, чтобы присесть за него. Да, воду тоже не носили, но как бы ладно, там есть бар, прям в ресторане мы можем подойти и взять еды-воды. И так было, наверное, всю первую неделю, и последние три дня здесь все начало кардинально меняться, здесь добавили очень много прикольных штук. Они прям вот все, что слышали про недостатки, которые замечают туристы, гости, они это все исправили, ну не то, что исправили, они это очень сильно исправляют. Сейчас, когда ты лежишь у бассейна, к тебе приезжают периодически, мимо тебя приезжает официант, который спрашивает, чего вы хотите, и этого вам приносят. Либо едут они вдвоем уже с какой-то готовой, какой-то, с какой-то готовой чашей напитка, например, было пиво, айс-кофе, что-то еще. Ну, то есть, как бы возят, дают, попробовать взять. Молодцы. У нас даже была ситуация, что нам написал отель и сказал, приходите, пожалуйста, на guest service, мы вам, типа, за ваш отзыв что-то сделаем, что-то сделаем. Я подумала, это про мой отзыв в инстаграм, потому что я их отметила и как бы сняла обзор на весь этот отель. Кстати, вы тоже можете посмотреть обзор на этот отель в инстаграме, потому что здесь у меня не будет такого полноценного обзора. Я вам покажу только, как отдыхали мы, что мы делали. Это такой, около влог, но и обратная связь для тех, кого интересует поехать сюда. Мы пришли на guest service, и нам говорят, это вы оставили такой плохой отзыв о том, что у нас тут грязно, у нас тут что-то нечисто, туда-сюда. Я такая, нет, я говорю, я просто в инстаграм записала о том, что всё как бы норм, типа, я ничего такого не заметила. Они говорят, вы там где-то на гугл, я говорю, нет, это не я. Суть в том, что они реально слушают отзывы, зовут, вызывают людей, которые как бы на месте находятся, чтобы сделать им какую-то плюшку. То есть как бы сгладить вот это неудачное впечатление, но у нас такого впечатления вообще нет. Почему я не буду показывать обзор всего отеля на YouTube? Я его уже показала у себя в инстаграме, вот. И как бы заново ходить, снимать, ну, это уже не те эмоции. За это время мы ездили на экскурсию на каньон Тазы. Сегодня вы увидите, как эта экскурсия прошла. А также мы ходили здесь на массаж, в спа. В инстаграм я этого не показывала, поэтому вы можете здесь посмотреть, как это было из первого лица. Ну и также я покажу вам не все наши дни отдыха, а только последние. Просто, чтобы вы видели, как здесь можно прикольно, классно отдыхать. Приятного просмотра. З most significant атирка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписывайтесь на мой канал. Хватит! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы идем на массаж Здесь приветственный массаж есть 15 минут Просто лежишь на бизоке, к тебе подходит человек из спа-зоны и говорит Ой, вы что? Еще не были? Пойдемте! Ну это прикольный ход, что дают попробовать И там очень красиво Мы все-таки пошли, там прям такой, ну очень солидный спа-центр, приятный Массажистки из Индонезии, в Бали В ходе сделали прикольно 15-минутный массаж В итоге мы записались на нормальный массаж Это прикольная замануха, нас заманила Но у нас было всего 80 долларов А там минимальный массаж 30 минут стоит 45 долларов Ну короче, мы там поговорили-поговорили И в итоге у нас будет за 80 долларов на двоих Час массажа, плюс хамам, плюс скраббинг, короче, салфетки дня В общем, в курсе надо уметь торговать и договариваться Само спа выглядит вот так Здесь же находится фитнес Здесь две раздевалки Женская, мужская И дальше зоны, где делается массаж Здесь вот так красиво стоит питочек Первый, второй Здесь же бар, сюда можно прийти после массажа, посидеть, попить чай, расслабиться Здесь массажные кабинеты Есть кабинеты полного человека Здесь дальше бассейн закрытый Тут же хамам Точнее, здесь и на сауне Это комната отдыха Плюс там есть хамам Так вот это выглядит Сюда приходишь после хамама Подождать, пока твои мастера Одинутся Вот это зона хамама Здесь тебя кладут Натирают Делают эту пену Фуу, шарко тебя А здесь есть еще комната Где-то один Делают вот эту хамамную пену Которая тебе может Сначала тебя скрабируют специальным Скрабик С таким Нарлочком Он надевается И потом полностью скрабируют Потом они берут Специальный турецкий пакет Наливают туда что-то Вот так вот он воздух на него собирает, зажимает, он такой у них объемный, и вот так, в принципе, полностью с беды выливает. Ну, было прикольно, а потом было, значит, все как-то за собракованный человек. Знаете, в чем прикол? У меня все сгорело за день до этого, а мы записались, когда я еще не сгорела. И, в общем-то, мы пришли, сегодня с утра говорим, пожалуйста, можно нам перенестись, потому что я все сгорела, я не могу двигаться, и сказали, давайте мы вам сделаем все софт. У меня такая, ну, ладно. И в итоге реально они делали все очень мягко, вот именно в тех зонах, где у меня все сгорело, мягко меня скрабили, мягко массажировали после хамама, и сейчас я вот села, вся в масле, измазанная, мне кажется, что у меня ничего не болит. А как тебе? Супер, очень хорошо. Мужчина. Отзыв от души. Супер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пылья курица. Обычно у них пылья. Нет, пылья всегда. Но это без костей. Всегда без костей. Иногда с костями. Я всегда с костями беру. Только там. Короче, вот сейчас мы так заметили, что они постоянно что-то улучшают. Также вот десертную зону тоже они там ее увеличили. Каждый вечер у них теперь есть суши, потому что, видимо, всем понравились суши. То есть интересен тот факт, что они как бы повышают качество своего сервиса прямо у нас на глазах. Поэтому я уверена, что вот этот мой критерий однообразно-разнообразно к концу там этого месяца уже будет максимально изменен и будет еще больше разнообразностей. Отель Человый. Подойдет тем, кто хочет отдохнуть душой. Здесь нет навязчивой анимации, но спортивная анимация присутствует. На нее можно сходить. Еще отель подойдет тем, кто любит эстетику, визуал и хочет сделать новых красивых фото. Отель состоит из множества небольших зданий по 4 номера. Единственное большое здание – это основной ресторан. У нас сегодня отличный день, потому что сегодня мы обладили вот это павильоны. Сегодня мы будем отдыхать очень красиво. Это наше. Здесь вот такие лежаки с красивым видом. Здесь вот так вот красиво можно отдыхать, закрыться, если что, от всех и от солнца. Нам уже принесли клубничку, орешки, и это мы взяли сами. А, что еще очень крутое? Я когда их увидела, я такая, блин, очень хочу. Так выглядит этот пирс изнутри. Все домики примерно одинаковые. Так, что насчет спуска? Вот есть. Горячо, 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 горячо. Так, продолжаем. Вот они все до этого за 100. Это наш официант. Примерно отсюда начинаются виллы и кабаны за 150 евро. И за 350 она в самом конце. Она самая большая, она занимает всю территорию пирса. Вот так это все выглядит в обычном, как бы, не уже использованном виде. Все очень миленько. Вот эти вот штучки очень удобные. Ой. Люди, человеки. Но мы подумали, что вот с таким видом будет намного круче. С видом на горы. Я просто, когда их только увидела, когда выбирала отель, я подумала, блин, я очень хочу. У меня никогда такого опыта не было, чтобы тусоваться где-то заплатно в отеле, где все включено. Тем более, так красиво. На самом деле, здесь прям чулово, кайфово, отдыхательно. Мы прям жестко расслабились. И здесь красиво. Мы в кабане пробыли уже целый день. и я могу вам рассказать про то, какие плюшки здесь предоставляются. Во-первых, здесь эти кабаны только платные. По вечерам, кстати, сюда можно зайти, посидеть, пофоткаться, но как бы дням сюда не пустят. Просто так нужно платить. Стоимость начинается от 100 евро до 350. Также к вам представлен человек, который как официант, как и решатель всех ваших вопросов. Он приходит где-то раз в час спрашивает, все ли хорошо. Если что, мы что-то дозаказываем. Здесь вот такое огромное меню. И это все как бы включено в стоимость этой кабаны этого павильона. У них-то называется павильоны. Только что к нам как раз подошел официант, и мы задали вопрос, а в чем вообще разница между всеми кабанами? Почему такая большая стоимость и такая типа приемлемая? Он сказал, что в других за 150 и 350 евро просто дают шампанское майот. Собственно, все. А так все остальные плюшки, они точно такие же. То есть, еда вся, она включена, приветственная там клубничка, все это как бы входит в стоимость. Сегодня у нас очередной интересный день. Время 7 лет рано. Очень рано. 7.50 нас будет ждать трансфер, чтобы отвезти на экскурсию на кальон Товы. Мы приехали уже на Раптин или на Баге, не знаю. Сейчас мы, короче, будем кататься на машинках, потом будем по этой речке сплавляться. речке. Говорят, она очень холодная. И здесь очень жарко, потому что не было так душно. промежуточная точка, куда мы приехали. Здесь всех с диплайн оставляем. Далее у нас по программе катание на Баге. На Багах. На Багах. Баг как Лаг. Катание на Багах. Так оно это все выглядит и говорили, что будет грязно. В целом оно и видно. Поэтому я сменила одежду на ту, которая не будет так жарко. в целом, пара, 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 пара. Это пролок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы сели на джипы по рафтингу. Ну, а еще мы обедали, но я забыла снять, потому что мне было так жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас тут остановочка, надо плавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень холодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пара в Ценгавале, я очень устала. Тут еще очень жарко, а вода была просто летенющая. Сейчас мы поедем на Тази-каньон, туда, куда надо ехать красиво, сфотографироваться, просто. Все грязные, все замученные. Не знаю, я что-то не оцениваю эту экскурсию. Хотя они сказали, что изначально должен был быть кататься за каньон, но, господи. Но в этот момент там было еще много народу, поэтому изначально поехали кататься на багах. Едем на каньон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы почти дошли из-за каньона. Сюда мы ехали минут 30 по серпантину. И в итоге еще до этого приобрели зюпань. Вот. Поэтому крутяк, что... Спустимся быстро. Да, спустимся быстро. То есть мы преодолеем весь этот серпантин. Лохов. Ё-моё. Уже сейчас идем на зиплайн. Взяли GoPro, поэтому это видео стоит больших денег. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы доехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было жестко. Да, это было... Это было прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, едем. Ребята, это очень страшно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я даже не перешла. Заманили меня на GoPro. Сейчас увидели, что девчонки ехали и снимали на обычный телефон. А у меня там он тоже с собой был все это время. Но там было очень сложно как-либо подвигать руками. Меня сразу начинало в разные стороны это... Туда-сюда давать. Я пытался голову подвинуть, не мог. Да, я... У меня рука вроде нормально, более-менее, но при этом меня начинает поворачивать в ту сторону, куда я рукой дергаю. Подумала, ладно, не буду ничего дергать. О! Бутылку воды провес. Ну, вот, собственно, и все. Так прошел наш отпуск. Я считаю, что он был на 10 из 10. И то, что отель вначале казался сомнительным, но окей, в итоге произошел все ожидания и исправлялся буквально на наших глазах. Я уверена, что уже в конце лета 2024 года он будет вот на вот таком уровне, на несколько голов выше, потому что они буквально за неделю здесь все начали приводить в порядок. И то, что существует вот это мнение, что в следующем 2025 году он будет стоить дороже, я уверена, это так и будет. Поэтому, если вы заинтересовались поездкой в данный отель, вы можете написать мне в Telegram, в Instagram или в WhatsApp для того, чтобы забронировать тур. Я турагент, практикующий отпуск, в который хотела бы отправлять своих туристов. Также обязательно подписывайтесь на мои соцсети, в частности, Instagram. Там намного больше информации про другие поездки. Приходите в актуальные силу коллекшн для того, чтобы посмотреть, как вы везете этот отель изнутри. Кстати, у меня еще на канале есть видео из Китая. Их тоже можете перейти и посмотреть. Это влоги с того момента, когда я училась в Китае. Подписывайтесь на канал. Половьте меня во всех соцсетях уже наконец-таки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok